Год назад патриархом Кириллом был рукоположен в Сан-Архиерея новообразованная Каннско-Богучанская епархия Архимандрит Филарет. Представитель Русской Церкви вручил ему архиерейский жезл и напутствовал на служение. С этого времени началась полноценная жизнь Каннской епархии, территориально выделенная из состава Красноярской епархии. Годовщину со дня архиерейской хиротонии владыка Филарет совершил божественную литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе города Каннска. Богослужение было совершено в первую неделю Великого Поста. Перед причастием архипастер обратился к многочисленным молящимся со словами проповеди, где рассказал об установлении праздника торжества православия. Пусть многие из простых прихожан не знают догматов церковных, но они имеют в сердце своем чистоту традиций. Традиции православной церкви, которые передавались из поколения в поколение. И веря, что наши предки никогда не посоветуют нам плохого, мы в сегодняшний день исповедуем Святое Православие. Год – сравнительно небольшой временной отрезок, но, по мнению и самого владыки, и прихожан, для становления Каннско-Богучанской епархии сделано немало. Создано общество православных врачей, союз православной молодежи, активно действуют епархиальные отделы. Значимыми событиями для нашей епархии стали и привозы многочисленных святынь. И сейчас мы ожидаем ковчег с частицей мощей святителя Луки, воина Есенецкого. За прошедший год, как никогда, широко мы праздновали праздник Покрова Пресвятой Богородицы, Рождества Христова. Буквально недавно проходили торжества по случаю Дня Православной книги. Все эти праздничные мероприятия проводились совместно Каннской епархии, учебными заведениями и другими структурами города. Начало епископского служения на Каннской земле совпало с избранием главой города Надежды Качан. Так получилось, что владыка и мэр приступили к своим обязанностям практически одновременно. По завершении богослужения они обменялись поздравлениями. Следует отметить, что епископу за год удалось заметно консолидировать усилия разных людей, в том числе и глав муниципальных образований, на развитие и поддержку церковной жизни. Главы территориальных образований и муниципальных образований, которые входят в состав Каннской Богочанской парки, активно сами участвуют в церковной жизни. Они заботятся о строительстве новых храмов, заинтересованы в развитии приходских общин и чувствуется действительно настоящая поддержка. То есть вот это и есть настоящее соработничество на Ниве духовного делания. Владыка очень умело собрал, сплотил и духовных, и творческих людей для того, чтобы все евангельские истины действительно приживались на Каннской земле. И через свою замечательную проповедь, которую мы слушаем в каждое служение его, через молитву мы приобщаемся к вере. Создание епархии – это вообще исторический факт и очень мощный факт, потому что кончилось то время разрушений и началось время созидания. Почему епархию создать? Потому что много возникло, строится много храмов, даже вот священников не хватает. Из вопросов, которые предстоит решать, епископ Филарет выделяет в первую очередь проблему кадров. В настоящее время в епархии не хватает еще порядка 14-15 священнослужителей. И это несмотря на то, что за год совершено 12 хератоний в Сан-Фресвитера и Сан-Диакона. Я, как правящий епископ, неоднократно посетил территории Приангария. Это самые северные территории нашей епархии, удаленные территории Красноярского края. И здесь я увидел, что люди готовы идти в храм. Они ждут священнослужителя. Здесь поле для деятельности священнослужителей довольно-таки обширное. И уже во многих местах мы заложили новые храмы, и это строительство будет продолжено в этом году. Я думаю, что приходские общины территории Приангария будут интенсивно развиваться. Главное, конечно, это проблема в священнических кадрах, в кадрах священнослужителей. Сусанна Ермолаева, Александр Венедиктов, Иван Филатов. Информационный отдел Каннской епархии. При поддержке телевизионной студии новостей Каннского педагогического колледжа.